проделки карлсона ну а теперь я хочу немного поразвлечься сказал карлсон минуту спустя давай побегаем по крышам и там уже сообразим чем заняться малыш с радостью согласился он взял карлсона за руку и они вместе вышли на крышу начинала смеркаться и все вокруг выглядело очень красиво небо было таким синим каким бывает только весной дома как всегда в сумерках казались какими-то таинственными внизу зеленел парк в котором часто играл малыш от высоких тополей растущих во дворе поднимался чудесный острый запах листвы этот вечер был прямо создан для прогулок по крышам из раскрытых окон доносились самые разные звуки и шумы тихий разговор каких-то людей детский смех и детский плач звяканье посуды которую кто-то мыл на кухне лай собаки бренчание на пианино где-то загрохотал мотоцикл а когда он промчался и шум затих донесся только от копыт и тарахтение телеги если бы люди знали как приятно ходить по крышам они давно бы перестали ходить по улицам сказал малыш как здесь хорошо да и и очень опасно подхватил карлсон потому что легко сорваться вниз я тебе покажу несколько мест где сердце прямо ёкает от страха дома так тесно прижались друг другу что можно было свободно перейти с крыши на крышу выступы ансарды трубы и углы придавали крышам самые причудливые формы и правда гулять здесь было так опасно что дух захватывала в одном месте между домами была широкая щель и малыш едва не свалился в нее но в последнюю минуту когда нога малыша уже соскользнула с карниза карлсон схватил его за руку весело крикнул он втаскивая малыша на крышу вот как раз такие места я и имел ввиду что ж пойдем дальше но малышу не захотелось идти дальше сердце у него билось слишком сильно они шли по таким трудным и опасным местам что приходилось цепляться руками и ногами чтобы не сорваться а карлсон желая позабавить малыша нарочно выбирал дорогу потруднее я думаю что настало время но немножко повеселиться сказал карлсон я частенько гуляю по вечерам на крышах и люблю подшутить над людьми живущими вот в этих мансардах как подшутить спросил малыш над разными людьми по разному и я никогда не повторяю дважды одну и ту же шутку угадай кто лучший в мире шутник вдруг где-то поблизости раздался громкий плач грудного младенца малыш еще раньше слышал что кто-то плакал но потом плач прекратился видимо ребенок на время успокоился а сейчас снова принялся кричать крик доносился из ближайшей мансарды и звучал жалостно и одиноко бедная малютка сказал малыш может быть у нее болит живот это мы сейчас выясним отозвался карлсон они поползли вдоль карниза пока не добрались до окна мансарды карлсон поднял голову и осторожно заглянул в комнату чрезвычайно забросанный младенец сказал он ясное дело отец с матерью где-то бегают ребенок прямо надрывался от плача спокойствие только спокойствие карлсон приподнялся под подоконником и громко произнес идет карлсон который живет на крыше лучшая в мире нянька малышу не хотелось оставаться одному на крыше и он тоже перелез через окно вперед за карлсоном со страхом думая о том что будет если вдруг появятся родители малютки зато карлсон был совершенно спокоен он подошел к кроватке в которой лежал ребенок и по щекотал его под подбородком своим толстеньким указательным пальцем плюти плюти плют сказал он шаловливо затем обернувшись к малышу объяснил так всегда говорят грудным детям когда они плачут младенец от изумления на мгновение затих но тут же разревелся с новой силой плюти плюти плют повторил карлсон и добавил а еще с детьми вот как делают он взял ребенка на руки и несколько раз энергично его встряхнул должно быть малютке это показалось забавным потому что она вдруг слабо улыбнулась беззубой улыбкой карлсон был очень горд как легко развеселить крошку сказал он лучшая в мире нянька это но закончить ему не удалось так как ребенок опять заплакал плюти плюти плют раздраженно прорычал карлсон и стал еще сильнее трясти девочку слышишь что я тебе говорю плюти плюти плют понятно но девочка орала во всю глотку и малыш протянул к ней руки дай-ка я ее возьму сказал он малыш очень любил маленьких детей и много раз просил маму и папу подарить ему маленькую сестренку раз уж они наотрез отказываются купить собаку он взял из рук карлсона кричащий сверток и нежно прижал его к себе не плач маленькая сказал малыш ты ведь такая милая девочка затихла посмотрела на малыша серьезными блестящими глазами затем снова улыбнулась своей беззубой улыбкой что-то тихонько залепетала это мой плюти 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 плют подействовал произнес карлсон плюти плюти плют всегда действует безотказно я тысячи раз проверял интересно а как ее зовут сказал малыш и легонько провел указательным пальцем по маленькой нежной щечке ребенка гюль фия ответил карлсон маленьких девочек чаще всего зовут именно так малыш никогда не слыхал чтобы какую-нибудь девочку звали гюль фия но он подумал что уж кто кто а лучшая в мире нянька знает как обычно называют таких малюток малышка гюль фия мне кажется что ты хочешь есть сказал малыш глядя как ребенок норовить схватить губами его указательный палец если гюль фия голодна то вот здесь есть колбаса и картошка сказал карлсон заглянув в буфет ни один младенец в мире не умрет с что пока у карлсона не переведутся колбаса и картошка но малыш сомневался что гюль фия станет есть колбасу и картошку таких маленьких детей кормят по моему молоком возразил он значит ты думаешь лучшая в нянька не знает что детям дают и чего не дают возмутился карлсон если ты так настаиваешь я могу слетать за коровой тут карлсон невольно взглянул на окно и добавил хотя трудно будет протащить корову через такое маленькое окошко гюль фия тщетно ловила палец малыша и жалобно хныкала действительно похоже было на то что она голодна малыш пошарил в буфете но молока не нашел там стояла лишь тарелка с тремя кусочками колбасы спокойствие только спокойствие сказал карлсон я вспомнил где можно достать молока мне придется кое-куда слетать привет я скоро вернусь он нажал кнопку на животе и прежде чем малыш успел опомниться стремительно вылетел из окна малыш страшно перепугался что если карлсон как обычно пропадет на несколько часов что если родители ребенка вернуться домой и увидят свою гюльфию на руках у малыша но малышу не пришлось сильно волноваться на этот раз карлсон не заставил себя долго ждать гордый как петух он влетел в окно держа в руках маленькую бутылочку с соской такую из которой обычно поэт грудных детей где ты ее достал удивился малыш там где я всегда беру молоко ответил карлсон на одном балконе в остермальне как ты ее просто стащил воскликнул малыш я ее взял займы взаймы а когда ты собираешься ее вернуть никогда малыш строго посмотрел на карлсона но карлсон только махнул рукой пустяки дело житейское всего-навсего одна крошечная бутылочка молока там есть семья где родилась тройня и у них на балконе в ведре со льдом полным-полно таких бутылочек они будут только рады что я взял немного молока для гульфии гельфия протянула свои маленькие ручки к бутылке и нетерпеливо зачмокала я сейчас подогрею молочко сказал малыш и передал гельфию карлсону который снова стал вопить плюти плюти плют и трясти меня малютку а малыш тем временем включил плитку и стал греть бутылочку несколько минут спустя гельфия уже лежала в своей кроватке и крепко спала она была сыта и довольна малыш суетился вокруг нее карлсон яростно раскачивал кроватку и громко распевал плюти плюти плют плюти плюти плют но несмотря на весь этот шум гельфия заснула потому что она наелась и устала а теперь прежде чем уйти отсюда давай попроказничаем предложил карлсон он подошел к буфету и вынул тарелку с нарезанной колбасой малыш следил за ним широко раскрыв глаза от удивления карлсон взял с тарелки один кусочек вот сейчас ты увидишь что значит проказничать и карлсон нацепил кусочек колбасы на дверную ручку номер 1 сказал он и с довольным видом кивнул головой затем карлсон подбежал к шкафчику на котором стоял красивый белый фарфоровый голубь и прежде чем малыш успел вымолвить слово у голубя в клюве тоже оказалась колбаса номер второй проговорил карлсон а номер третий получит гюльфия он схватил с тарелки последний кусок колбасы и сунул его в ручку спящей гюльфии это и в самом деле выглядело очень смешно можно было подумать что гюльфия сама встала взяла кусочек колбасы и заснула с ним но малыш все же сказал прошу тебя не делай этого спокойствие только спокойствие ответил карлсон мы отучим ее родителей убегать из дому по вечерам почему удивился малыш ребенка который уже ходит и берет себе колбасу они не решатся оставить одного кто может предвидеть что она захочет взять в другой раз быть может папин воскресный галстук и карлсон проверил не выпадет ли колбаса из маленькой ручки гюльфии спокойствие только спокойствие продолжал он я знаю что делаю ведь я лучшая в мире нянька как раз в этот момент малыш услышал что кто-то поднимается по лестнице и подскочил от испуха они идут прошептал он спокойствие только спокойствие сказал карлсон и потащил малыша как ну за мощную скважину уже всунули ключ малыш решил что все пропало но к счастью они все-таки успели вылезти на крышу следующую секунду хлопнула дверь и до малыша долетели слова а наша милая маленькая сусанна спит себе да и спит сказала женщина да дочка спит отозвался мужчина но вдруг раздался крик должно быть папа и мама гюльфии заметили что девочка сжимает в ручке кусок колбасы малыш не стал ждать что скажут родители гюльфии о проделках лучшей в мире няньки которая едва заслышав их голоса быстро спряталась за трубу хочешь увидеть жуликов спросил карлсон малыша когда они немного отдышались тут у меня в одной мансарде живут два первоклассных жулика карлсон говорил так словно эти жулики были его собственностью малыш в этом усомнился но так или иначе ему захотелось на них поглядеть из окна мансарды на которое указал карлсон доносился громкий говор смех и крики о да здесь царит веселье воскликнул карлсон пойдем взглянем чем это они там забавляются карлсон и малыш опять поползли вдоль карниза когда они добрались до мансарды карлсон поднял голову и посмотрел в окно оно было занавешено но карлсон нашел дырку сквозь которую была видна вся комната у жуликов гость прошептал карлсон малыш тоже посмотрел в дырку в комнате сидели два субъекта по виду вполне похожие на жуликов и славный скромный малый вроде тех парней которых малыш видел в деревне где жила его бабушка знаешь что я думаю прошептал карлсон я думаю что мои жулики затеяли что-то нехорошее но мы им помешаем карлсон еще раз поглядел в дырку готов поспорить они хотят обобрать этого беднягу в красном галстуке жулики и парень в галстуке сидели за маленьком столиком у самого окна они еле пили время от времени жулики дружески похлопывали своего гостя по плечу приговаривая как хорошо что мы тебя встретили дорогой оскар я тоже очень рад нашему знакомству отвечал оскар когда впервые приезжаешь в город очень хочется найти добрых друзей верных и надежных а то налетишь на каких-нибудь мошенников и они тебя мигом облапошат жулики одобрительно поддакивали конечно недолго стать жертвой мошенников тебе парень здорово повезло что ты встретил филе и меня ясное дело не повстречай ты руле и меня тебе бы худо пришлось а теперь ешь да пей в свое удовольствие сказал тот которого звали фили и вновь хлопнул оскара по плечу но затем фили сделал нечто такое что совершенно изумило малыша он как бы случайно стунул свою руку в задний карман брюк оскара вынул оттуда бумажник и осторожно засунул его в задний карман своих собственных брюк оскар ничего не заметил потому что как раз в этот момент руле стиснул его в своих объятиях когда же руле наконец разжал объятия у него в руке оказались часы оскара руле их также отправил в задний карман своих брюк и оскар опять ничего не заметил но вдруг карлсон который живет на крыше осторожно просунул свою пухлую руку под занавеску и вытащил из кармана фили бумажник оскара и фили тоже ничего не заметил затем карлсон снова просунул под занавеску свою пухлую руку и вытащил из кармана руле часы и тот тоже ничего не заметил но несколько минут спустя когда руле фили и оскар еще выпили и закусили фили сунул руку в свой карман и обнаружил что бумажник исчез тогда он злобно взглянул на руле и сказал послушай ка руле давай выйдем в прихожую нам надо кое о чем потолковать а тут как раз руле полез в свой карман и заметил что исчезли часы он в свою очередь злобно взглянул на фили и сказал пошли и у меня есть к тебе разговор фили и руле вышли в прихожую а бедняга оскар остался совсем один ему должно быть стало скучно сидеть одному и он тоже вышел в прихожую чтобы посмотреть что там делают его новые друзья тогда карлсон быстро перемахнул через подоконник и положил бумажник суповую миску так как фили руле и оскар уже съели весь суп то бумажник не намок что же касается часов то их карлсон прицепил к лампе они висели на самом виду слегка раскачиваясь и фили руле и оскар увидели их как только вернулись в комнату но карлсона они не заметили потому что он залез под стол накрытый свисающий до пола скатертью под столом сидел и малыш который несмотря на свой страх ни за что не хотел оставить карлсона 1 в таком опасном положении гляди-ка на лампе болтаются мои часы воскликнул оскар как они могли туда попасть он подошел к лампе снял часы и положил их в карман своей куртки а здесь лежит мой бумажник честное слово еще больше изумился оскар заглянув суповую миску как странно руле и фили уставились на оскара а у вас в деревне парни видно тоже не промах воскликнули они хором затем оскар руле и фили опять сели за стол дорогой оскар сказал фили ешь и пей досыта и они снова стали есть и пить и похлопывать друг друга по плечу через несколько минут фили приподняв скатерть бросил бумажник оскара под стол видно фили полагал что на полу бумажник в большей сохранности чем в его кармане но вышло иначе карлсон который сидел под столом поднял бумажник и сунул его в руку руле тогда руле сказал фили я был к тебе несправедлив ты благородный человек через некоторое время руле просунул руку под скатерть и положил на пол часы карлсон поднял часы и толкнув фили ногой вложил ему в руку их тогда ищили сказал нет товарища надежнее тебя руле но тут оскар завопил где же мой бумажник где мои часы в тот же миг и бумажник и часы вновь оказались на полу под столом потому что ни фили ни руле не хотели быть пойманными с поличным если оскар поднимет скандал а оскар уже начал выходить из себя громко требуя чтобы ему вернули его вещи тогда фили закричал почем я знаю куда ты дел свой паршивый бумажник аруле добавил мы не видели твоих дрянных часов ты сам должен следить за своим добром тут карлсон поднял с пола сперва бумажник а потом часы и сунул их прямо в руки оскару оскар схватил свои вещи и воскликнул спасибо тебе милый фили спасибо руле но в другой раз не надо со мной так шутить тут карлсон изо всей силы стукнул фили по ноге ты у меня за это поплатишься руле завопил фили а карлсон тем временем ударил руле по ноге так что тот прямо завыл от боли ты что рехнулся чего ты дерешься крикнул руля руле и фили выскочили из-за стола и принялись тузить друг друга так энергично что все тарелки попадали на пол и разбились а оскар до смерти перепугавшись сунул в карман бумажник и часы и убрался во своя си больше он сюда никогда не возвращался малыш тоже очень испугался но он не мог убраться по своя си и поэтому притаившись сидел под столом фили был сильнее руле и он вытолкнул руле в прихожую чтобы там окончательно с ним расправиться тогда карлсон и малыш быстро вылезли из-под стола карлсон увидев осколки тарелок разбросанные по полу сказал все тарелки разбиты а суповая миска цела как должно быть одиноко этой бедной суповой миски и он изо всех сил трахнул суповую миску о пол потом они с малышом кинулись к окну и быстро вылезли на крышу малыш услышал как фили и руле вернулись в комнату и как фили спросил а чего ради ты болван ни с того ни с сего отдал ему бумажник и часы ты что спятил ответил руля ведь это же ты сделал услышав их ругань карлсон расхохотался так что у него затрясся живот но на сегодня хватит развлечений проговорил он свой свех малыш тоже был сыт по горло сегодняшними проделками уже совсем стемнело когда малыш и карлсон взявшись за руки побрели к маленькому домику притаившемуся за трубой на крыше того дома где жил малыш когда они уже почти добрались до места то услышали как сигналя сиреной по улице мчится пожарная машина должно быть где-то пожар сказал малыш слышишь поехали пожарные а может быть даже в твоем доме с надеждой в голосе проговорил карлсон ты только сразу же скажи мне я им охотно помогу потому что я лучший в мире пожарный с крыши они увидели как пожарная машина остановилась у подъезда вокруг нее собралась толпа но огня что-то нигде не было заметно и все же от машины до самой с крыши быстро выдвинулась длинная лестница точь-в-точь такая какая бывают у пожарных может это они за мной с тревогой спросил малыш вдруг вспомнив о записке которую он оставил у себя ведь сейчас уже было так поздно не понимаю чего все так переполошились неужели кому-то могло не понравится что ты отправился немного погулять по крыше возмутился карлсон да ответил малыш моей маме знаешь у нее нервы когда малыш подумал об этом он пожалел маму ему очень захотелось поскорее вернуться домой было бы неплохо слегка поразлишься с пожарными заметил карлсон но малыш не хотел больше развлекаться он тихо стоял и ждал когда наконец доберется до крыши пожарный который уже лез по лестнице ну что ж сказал карлсон пожалуй мне тоже пора ложиться спать конечно мы вели себя очень тихо прямо скажу примерно но не надо забывать что у меня сегодня утром был сильный жар не меньше тридцати сорока градусов и карлсон поскакал к своему домику привет малыш крикнул он привет карлсон отозвался малыш не отводя взгляда от пожарного который поднимался по лестнице все выше и выше эй малыш крикнул карлсон прежде чем скрыться за трубой не рассказывай пожарным что я здесь живу ведь я лучше в мире пожарный боюсь они будут посылать за мной когда где-нибудь загорится дом пожарный был уже совсем близко стой на месте и не шевелись приказал он малышу слышишь не двигайся с места я сейчас поднимусь и сниму тебя с крыши малыш подумал что за стороны пожарного предостерегать его было очень мило но бессмысленно ведь весь вечер он разгуливал по крышам и уж конечно мог бы и сейчас сделать несколько шагов чтобы подойти к лестнице тебя мама послала спросил малыш пожарного когда тот взяв его на руки стал спускаться ну да мама конечно но мне показалось что на крыше было два маленьких мальчика малыш вспомнил просьбу карлсона и серьезно сказал нет здесь не было другого мальчика у мамы действительно были нервы она и папа и боссы и бета и еще много всяких чужих людей стояли на улице и ждали малыша мама кинулась к нему обняла его она и плакала и смеялась потом папа взял малыша на руки и понес домой крепко прижимая к себе как ты нас напугал сказал боссы бетон тоже заплакала и проговорила сквозь слезы никогда больше так не делай запомни малыш никогда малыша тут же уложили в кровать и вся семья собралась вокруг него как будто сегодня был день его рождения но папа сказал очень серьезно неужели ты не понимал что мы будем волноваться неужели ты не знал что мама будет вне себя от тревоги будет плакать малыш съежился в своей постели ну чего вы беспокоились про браматалон мама очень крепко обняла его подумай только сказала она а если бы ты упал с крыши если бы мы тебя потеряли вы бы тогда огорчились а как ты думаешь ответила мама ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой ты же и сам это знаешь и даже за сто тысяч миллионов крон спросил малыш и даже за сто тысяч миллионов крон значит я так дорого стою изумился малыш конечно сказала мама и обняла его еще раз и обняла его еще раз малыш стал размышлять сто тысяч миллионов крон такая огромная куча денег неужели он может стоить так дорого ведь щенка настоящего прекрасного щенка можно купить всего за 50 крон послушай папа сказал вдруг малыш если я действительно стою сто тысяч миллионов крон то не могу ли я получить сейчас наличными 50 крон чтобы купить себе маленького щеночка